Руки вот так, то есть мы просто вес тела переносим на руки и поехали, и раз, поехали, и даже 5 сантиметров продавливаем, поехали, качаем, и раз, и два, и три, и четыре, и пять, не забывайте дышать. Пациент-мужчина, 50 лет. Малоподвижный образ жизни в трех креслах, на работе, в транспорте, дома. Питание правильным не назовешь, отсюда избыточный вес и проблемы со здоровьем. По легенде, у него инфаркт миокарда, который повлек за собой клиническую смерть. Задача медиков его реанимировать, придать нужное положение, провести массаж сердца и не только. Это искусственная вентиляция легких, дефибрилляция, соответственно, и лекарственная терапия, которая проводится на этапе реанимационных мероприятий. Тяжело в учении, легко на вызове. Такие занятия для специалистов юго-западного филиала областной станции скорой помощи, а в него входит и Одинцовская подстанция, проводятся раз в месяц. Это не только теория, но и практика. Учебный кабинет оснащен всем необходимым. Мы берем наиболее трудные, наиболее сложные вопросы. То есть она касается и неврологии, и кардиологии, и касается инфекционных заболеваний. То есть все и травматологии, безусловно, все, с чем мы сталкиваемся. Виолетта Мандригина работает на подстанции скорой помощи в Селятино всего второй месяц. Ее коллега Виктор Кривчиков более 20 лет. Фельдшеры в один голос говорят, такие занятия одинаково полезны для всех, независимо от опыта. Очень полезная информация была. Я повторила, вспомнила, что уже немножко подзабылась. Понравилась больше всего внутрикостная манипуляция. Практика и постоянное повторение знаний. Вот как сегодня была учеба, такие знания, именно что обновляются, что-то там новое себе записывается. А потом, когда концентрируешься при необходимости, вспоминаешь все, что знаешь. Два сантиметра сюда и один вверх. Это ориентиры у взрослых, у деток там есть другие ориентиры свои. Значит, дальше ставим этот аппарат. Вот так руками фиксируем. Здесь создаем небольшой упор. Понятно? Придавливаем и создаем вот такой щелчок. Внутрикостное введение инъекций, если другие реанимационные меры не помогли. Медики признаются, с острым коронарным синдромом на вызовах приходится сталкиваться нередко. Поэтому повторение алгоритма действий в таких ситуациях никогда лишним не будет. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.